Аллилуйя, Аллилуйя, О, Аллилуйя Да, ну и уже второе число уже месяца, четвертого месяца библейского календаря Спасибо тебе Господь за все, спасибо, спасибо, спасибо Благослови всех нас, благослови Господь этим утром А мы благоставляем тебя, мы благоставляем тебя, аминь, да Благоставляем великого Бога, благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков, Аллилуйя, аминь Благословен Бог наш, благословен Спаситель наш, Искупитель Рода Человеческого, Аллилуйя Слава тебе, слава, 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 слава тебе и хвала, благословен Ты Царь наш, благословен Господь наш, благословен Спаситель наш, Аллилуйя, Аллилуйя Да, слава Богу Иисус, Иисус, Иисус Спасибо Господь, спасибо, спасибо Да, друзья, прославляем имя Господа Иисуса Христа Пред Ним, пред нашим Спасителем Всякое колено склонится небесных, земных и преисподних, абсолютно все, потому что все им создано и для Него, и во имя Его Спасибо Господь Тебе за все, спасибо, спасибо Мы Твои, Господь Божий И все Твои, просто далеко не все об этом знают Но вообще-то все, все это вот, все, что мы видим, это все Его Спасибо Тебе, Господь, спасибо Да, Гелена, да, приветствую всех сестер, братьев Да, доброе утро всем, кто подключился уже, кто подключается и кто потом в записи будет смотреть, все благословляю во имя Господне Иисус Нашел я сокровище, что лучше золота Иисус Я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь Аллилуйя Да, как Фома однажды воскликнул Господь, мой Бог и мой Аллилуйя Он уверовал, он Великая сила есть в этом Когда уверовали ученики Когда ученики уверовали Да, и мы Действительно, ученики Его И когда уверуем, да И когда уверовали, когда О, это силище И время от времени ученикам нужно уверовать Да Да, какой-то определенный, да Опять этап, уверовать в него, да Спасибо, Господь Спасибо Иисус Мое сердце переполнено Тобою, Господь Переполнено Я люблю Тебя Ты чудесный Иисус, Ты лучше всего Ты мой спаситель Моя жизнь Все для меня Иисус Нашел я Сокровище Что лучше Золото Иисус Я люблю Тебя Мой Бог и мой Господь Аллилуйя Спасибо Спаситель Моя жизнь Моя жизнь Все для меня Ты мое Все Иисус Аллилуйя Иешуа Иисус Мое сердце Переполнено Переполнено Тобою Переполнено Все Все для меня Все для меня Иисус Мое сердце Переполнено Я люблю Тебя Ты чудесный Иисус Ты лучше всего Ты мой спаситель Моя жизнь Все для меня Иисус Иисус Нашел я Сокровище Ты мое Сокровище Что лучше Золото Иисус Я люблю Тебя Мой Бог Мой Бог Мой Господь Иисус Ты мое Золото Да Ты мое Сокровище Что лучше Золото Иисус Я люблю Тебя Мой Бог И мой Господь Аллилуйя Иисус Ты славаще всего Аллилуйя Слава 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 Тебе Господь Слава Слава Благословен Царь наш Благословен Господь наш Отныне и вовек Аллилуйя Да друзья Братья и сестры Благословляем имя Господне На самом деле Вот Слова Из Иоанна Сегодня вспоминал Как раз и Прочту их На фейсбуке Там Как раз Эту цитату Утречком В заутрине Сегодня опубликовал уже Иоанна Первая глава Как раз Иисус Начало Самое Удивительное И вот 29 стих Написано Здесь следующее Иоанна 1.29 На другой день Видит Иоанн Идущего К нему Иисуса И говорит Вот Агнец Божий Который берет Ну на себя курсимом В оригинале этого нет Но по смыслу да Понятно что на себя да В общем берет Грех мира Грех мира Сей Есть О котором я сказал За мной идет муж Который Встал впереди меня Потому что он был прежде меня Я не знал его Но для того пришел Крестить в воде Чтобы он явлен был Израилем Интересно да Даже Самие эти крещения Которые проводил Иоанн да Имели смысл Пророческий Не только Это были важные события В жизни вот этих крещаемых людей Да Совершающих твилу эту Еврейскую да Погружение Баптизу да Ну в смысле Ну вообще Погружение водное Водное погружение Исповедую грехи свои да Они погружались в воду Вот это Практиковалось И практикуется да В еврейской традиции Вот и Действительно Ну Иоанн это совершал как Пророк Посланный Именно Самим Богом Не людьми Командированный А командированный самим Богом Посланный Не людьми Не человеками А Всевышним Творцом И Посланничество свое Иоанн Он действительно Нес В пустыне Кафедра его была Прямо в пустынях Там На Иордане Вот И туда к нему На Иордан Приходила масса людей Слух Слух Быстро разошелся Да По городам Селам И люди понимали Что это пророк Вот И Только Гадали Некоторые Некоторые предполагали Что даже Это сам Машиях Сам Христос Вот И Или кто-то из пророков Там Интересно Но он сказал о себе Что он есть Глаз вопиющего В пустыне Тот О ком Было сказано В пророчествах Интересно Да Он был послан Предлецом Иисуса Предлецом Господа И Поэтому мы его называем Предтеча Предтек Да Доброе утро Шалом дорогие друзья Ольга пишет Да Слава Богу Да Да Слава Слава Богу Святому И Совершая крещение Эти годные Да Значит Погружение Твилуиду Совершая еврейскую Он Совершал Пророческие такие акты Да На самом деле Не только Крещаемых Тогда людей Это касалось всего Израиля Оказывается Да На самом деле Слава Иисусу Христу Наталья пишет Да Аминь Шалом возлюбленные братья и сестры Всем Божьи благословений Аминь Да Слава Богу Спасибо Господь тебе Спасибо тебе за все Спасибо Спасибо Да И Он здесь признается Первая глава Иоанна Я читаю Да 30-31 стихи Сей есть Сей есть Сей есть Ну он об Иисусе Да О котором я сказал За мной идет муж Который Встал впереди меня Потому что он был прежде меня Я не знал его Но для того пришел крестить в воде Чтобы он явлен был Израилю То есть то что он совершал Да Иоанн на Иордане Это имело пророческим таким тоже действие Пророческое действие Это Трудно Воспринять нам На самом деле понять Потому что это Действительно пророческое действие Не что-то не просто человеческое Погружаясь В Иордан Да Люди исповедовали грехи свои И Интересно Раскаивались И приходили даже Каяться люди Которые Ну Допустим воины приходили Вот приходили Ну там Религиозные Будем так вот вожди Не просто Простой народ приходил Не только простой народ Приходили и Люди Авторитетные Религиозные Тоже приходили Вот и Иоанн Обличал Да Такой был обличитель Мощный конечно Обличал народ Да Особенно религиозных вождей И особенно царя Вот Обличал Правду матку резал Без ножа Как говорится Да Казалось бы Че ему надо Сиди там на Иордане И Занимайся Религиозными вопросами Пророчествуй себе на здоровье Но не касайся политики Нет он полез туда в политику Нет он полез Да на самом деле На самый верх притом Ладно там еще там Обличал там фарисеев Судукеев там значит там Книжников Ладно еще там да Нет так он полез Вообще на самый верх Аж царя батюшку стал обличать Не должно себе иметь Жену брата своего Филиппа Да вот так вот Вот это да Вот Сегодня многие христиане Убеждены что в политику не надо лезть Иоанн первый грешник в таком случае вообще Он вообще полез головой вообще Куда Да А политично рассуждаешь А политично рассуждаешь Вот Двое и трое человек Собрались уже политика уже Уже политика уже взаимоотношения Вот Чтобы быть совершенно политичным Иоанну надо было уйти в пустыню И вообще не являться народом Ну вообще не являться Израилю Оставаться один на один с Богом Вот тогда действительно да Ты не касаешься никого Никто тебя не касается вообще Да Как бомбараш пел да Наплевать наплевать Надоело воевать Моя хата с краю ничего не знаю Вот Ну ладно И Иоанн обличал Даже батюшку царя Вот В грехе Почему Потому что в условиях Вертикали власти И чем больше Выражена Ярко выражена вертикаль власти Тем Больше все В обществе зависит от Того кто наверху вертикали Когда вот при Современной да уже Модели общества Ну больше или меньше Демократическое общество да допустим да Там более Если Горизонталь выстраивается власти И там уже Грехи и проблемы Лидера Допустим да Президента там Там и прочее То есть уже не так влияют на все общество То есть А если выстроена именно вертикаль Жесткой власти да Как монархизм такой да допустим Тогда уже Согласно Библии все зависит Собственно От того кто наверху Вот как вот мы читаем в книгах Параллипоминон В книгах царств да Пришел там царь допустим благочестивый И все царство благочестивое И все царство государство Наслаждается миром Покоем И Бог благоставляет землю Израиля Фу на тебе пришел другой Вообще от аргиды выброс Грешит на пропалую И все и пошло поехало Королесит значит и все и идолы И идолопоклонство И проклятие на весь Израиль Вот значит Порой читаешь И в условиях уже Ну читая мозгами уже 21 века допустим да Непонятно почему Потому что Монархизм Потому что вертикаль власти она такова Вот когда Мы выросли больше или меньше И привыкли уже к модели все таки демократической Вот Когда уже не так это очевидно И при модели когда выстроена в обществе Политика выстроена именно Горизонтали Боли да То есть есть исполнительная власть Значит там есть законодательная Значит да значит то есть судебное все То есть как бы ну основные ветви власти Ну по Библии это очень классно кстати Тоже очень хорошо видно Вот и отцы основателей США об этом кстати говорили Джордж Вашингтон тоже говорил об этом Вот и в общем то очень хорошие есть такие цитаты об этом как раз И что Джордж Вашингтон вообще говорил что Невозможно справедливо управлять обществом без Бога и Библии То есть вот две основные такие да Два столпа таких основных да Бог и Библия Без этих вещей невозможно управлять справедливо обществом Поэтому да и значит и поэтому отцы основателей Америки Они как бы такой эксперимент такой Уже в новом мире Потому что в старом мире уже все там прогнило К тому времени до основания И как бы и уже невозможно было что-то предполагать Построить что-то справедливое Поэтому отцы основатели уже на новом материке Уже в новом мире вот попытались воссоздать такую Ну максимально библейски справедливую Оптимальную такую систему взаимоотношений демократическую Вот и поэтому да И потом уже и в старом свете уже пошло Это тоже процесс такой же пошел Значит и интересно Но когда вертикаль власти То действительно зависит от царя От тех кто наверху Иисус он продолжил эстафету Иоанна в принципе да И он значит Ну царя то не обличал значит Но в общем то обличал как раз Сильных века сего Того века Того века своего века Религиозных вождей да Обличал очень жестко конечно Вот тоже за словом в карман не лез Будем так говорить да Ну нарвался конечно он на грубость серьезную Иисус конечно да Как Иоанн тоже в общем то да Но Потому что система не прощает Система Кто против нее прет Система не прощает никому вообще Сегодня утром тоже прочитал там цитаты Немцова Бориса да Которого там расстреляли возле Кремлевской стены прям Возле стен древнего Кремля прям показательно прям знаете ли вот И он как раз об этом тоже говорил Очень ну мудрый был человек все таки да Понимал правильно все Но система да Но дело в том что у нас верующих Возрожденных детей Божьих Есть система иная Вот в чем дело Этот мир он не понимает этого Этот мир люди невозрожденные этого не понимают Поэтому даже занимаются религией политикой Люди невозрожденные не понимают самой сути Что на самом деле есть система Больше намного больше Есть политика небесная Есть религия небесная Есть совсем иное вообще Есть действительно Живой Бог У которого свои Своя система И свой мир И своя праведность И у него истинная праведность Истинный мир То что на земле мы порой называем миром И благоденствием И процветанием В глазах Всевышнего Это не является таковым Очень часто при том И наоборот Святой и праведный Иоанн Кроштадский сказал Демократия есть только в аду В небесах царства Но с Кроштадским не согласен я в этом отношении Но в чем-то согласен Что на небесах царство на самом деле Да значит Ну в принципе как бы Можно согласиться Можно в принципе согласиться Но он был К сожалению да Антисемитом Вот и имел значит Членский билет номер один Союза русского народа Черносотенский Черносотенский билет имел Хотя когда полилась кровь еврейская Он вроде как вышел из этого союза Черносотенного Оправдывал православный монархизм Значит монархи оправдывал Именно этим самым Но не обличал грех К сожалению не обличал грехи А лишь ласкательством Знаете ли ласкал уши Царей Александра Третьего И Николая Второго Вот Пел им такие дифирамбы Вот но не обличал То есть он далеко не праведный И далеко не святой человек Именно по плодам своей жизни я имею ввиду По плодам своей жизни Своего служения Хотя Александр Третий умер на его руках Вот значит да как бы И он имел возможность Говорить с государями не раз На разные темы Но не обличал к сожалению Наоборот поддакивал И науськивал их на евреев Науськивал их на евангельских христиан Вот и К сожалению да Но на небе действительно царство Это правда На небе царство Вот и это царство Государство Нашего царя И система Божьего царства Это система монархическая Действительно да Это правда Вот и Наш король справедлив Он действительно Он истинен Он праведен Аллилуйя Да И он С одной стороны справедлив С другой стороны он Ужасно несправедлив Как бы в нем сочетаются Такие вещи Несочетаемые В человеческом понимании Вообще не сочетаемые никак Вот Потому что Спасение Он даровал не по справедливости А по милости своей Милость короля Это Это несправедливость Часто это вообще Вопиющая несправедливость Он последним грешникам Даровал великую милость И свободу Благодать Просто По благодати своей Благодать Это величайшая несправедливость По вселенной Но это действительно Милость Бога Это действительно Радость и милость Нашего короля Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Восхваляем имя Иисуса Потому что Иисусу Бог дал имя Которое превыше Всякого имени Которое превыше всего Что вообще мы знаем И чего мы не знаем Выше всего Всех царств земных Выше небес Выше преисподне Выше всего И пред именем Иисуса Христа Всякое колено склонится Небесных, земных и преисподних Абсолютно Каждое колено Вот поэтому да Друзья Иисус Он есть Агнец Божий Который берет на себя Грехи всего мира Ну там сказано Иоанном было да 1.29 То есть он Агнец Бога Взявший грехи Всего мира на себя Хотя мир до сих пор Об этом не знают Большинство людей в миру Большинство людей на земле На планете Об этом не знают даже Даже те кто Веруют что Иисус Есть Христос Иисус Далеко не все Понимают И принимают Что Иисус Взял на себя Грехи всего мира Потому что На земле Порядка миллиарда Мусульман К примеру Которые тоже верят Что Иисус и есть Христос Иса Аль Масих Но они не веруют К сожалению Что он Агнец Божий Что он взял на себя Грехи мира всего И это печально конечно Вот Христиане По разному Тоже относятся К личности Иисуса Да Разные конфессии Разные динаминации Разные учения И говорят Мир вам и всех благ Аллилуйя С миром принимаю Аллилуйя Вот Но библейское христианство Евангельское христианство Мир вам Шалом Божий Лидия пишет Аллилуйя Шалом Мир всем Евангельское Мыслящее христианство Да Библейские верующие христиане Евангельские Мыслящие христиане Да Веруют Что действительно Мы веруем Что Иисус Христос Он есть Агнец Бога Кроме всего прочего Да Что мы знаем об Иисусе Мы знаем и великую правду Которую Иоанн Вот раскрывал здесь Еще на Иордане Что он есть Агнец Божий Ягненок Бога Ягненок Божий Который взял на себя Грехи всего мира Который безгласен Стоял предстребущими Его Вот Описание просто потрясающее Безглобный Агнец Стоящий да Пред Вот Хищниками И он Он был заклан Он действительно был заклан Об этом мы читаем в Писаниях И это мы знаем Из Писаний Это мы знаем из своей жизни Все принявшие Иисуса Христа Своим личным спасителем Господа Мы это знаем в своей судьбе Личной Потому что Распятие Иисуса для нас Это не просто Историческое событие Произошедшее 2000 лет тому назад Это реальность Которую пережили мы И переживаем Это реальность Которая сейчас происходит Это реальность Которая в нас Верующих Он умер И мы умерли Он воскрес И мы воскресли Бог воскресил Иисуса И нас воскресил Удивительно И то что Он умер Он умер за нас И воскрес тоже для нас Для нашего оправдания Действительно Чтобы мы были оправданы Пред Отцом Вечным оправданием Он воскрес И Библия называет Иисуса Новым Адамом Это непостижимо Вообще человеческому уму Как? У нас есть уже Отец У нас есть праотец У нас есть прародители наши Пра-пра-пра-пра Много раз пра Прародители Отмотать Если То у всех нас У всех людей Независимо от национальности Расы, культуры, традиции Да? Религии У нас одни родители В наших жилах Течет одна кровь Да? Желает кто-либо Или не желает Признает кто-либо Или не признает Неважно В наших жилах Течет одна кровь И еврейский апостол Павел Об этом Как раз сказал В Афинском Ареапаге От одной крови Бог произвел Весь род человеческий Для обитания По всему лицу земли Да? Назначив предел обитания Народом разным Да? Дабы они познали Бога Нашли Дабы они искали Бога Действительно Во благо Даже разделение на народы Разделение на языки Это во благо Просто послужило И служит Чтобы люди действительно Вот Каждый народ По своему В своей культуре Традиции Но искал Бога Всевышнего Искал Божество Искал истину И поклонялся Реализовывал Максимально Вот заложенные В каждом народе Потенциал И Слава Богу за это В наших жилах Одна кровь течет Божественная кровь Да? Удивительно Потому что Бог Создал нас Людей И все что мы видим Вокруг Это да Божественно Хотя и извращено конечно Да? Падший мир Возле лежащий Но однако же Бог любящий Бог возлюбил мир И любит И продолжает любить И никогда не разлюбит Удивительная любовь Сумасшедшая любовь Просто непонятная нам любовь Любовь это Действительно Некое сумасшествие Потому что Она Наперекор всему вообще идет И Поэтому Действительно Только лишь Кто любит Может Бога Как-то понять Кто не любит Бога не поймет вообще никогда Потому что Он Он любящий Он есть любовь И нет в нем Никакой не любви Он есть свет И нет в нем Никакой тьмы Абсолютно Спасибо тебе Господь За все Спасибо Спасибо Иисус на самом деле Новый Адам Новый Адам Родоначальник нового человечества Новый Начальник Новой общественной формации Которой Никогда раньше не было Новая политика в этом мире Удивительная политика Политика Небес Да Небесная система Вещей Да Небесная система Небесное руководство Небесное управление Оно приходит в этот мир Удивительно Через Иисуса И реализовывается в этом мире Мы верим во второе пришествие Господа Иисуса Христа Я евангельски мыслю Библейски верую в это И ожидаю Моего Господа И говорю Гряди Господи Иисусе Возвращайся Господь Иисусе Возвращайся И Мы ждем Возвращения уже Не того Иисуса Который был Нет Уже не такого совсем И тот Да не тот Федот Да не тот Уже не тот совсем Иисус Если Первый раз Он пришел Как ягненок То второй раз Придет уже как лев Интересно Если Первый раз пришел пострадать Действительно И не было ни вида Ни величия Вообще Который привлекал бы нас К нему вообще Ну есть такие люди На земле Допустим В спецслужбах В разведке это используют В мафии это используют В преступном мире это используют Допустим Внешности такие Елена пишет Да Всем мира Божьего и радости Совершенной Аминь 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 И используют порой Такой типаж людей Которые Незапоминаемы Вот Есть люди запоминаемые Да Есть люди Которых Другие люди Хорошо запоминают Вот А есть Такой типаж людей В любом Обществе В любой расе Которые Малозапоминаемы Есть Такой типаж людей Которые Вообще Незапоминаемы Фактически Это Трудно объяснимо Вообще Хотя Современная наука Объясняет это по-своему Конечно Но Есть Такой типаж людей Которые Допустим Вот его проведи Мимо Там Допустим Десятка наблюдателей Да А потом дай Возможность Этим наблюдателям Допустим Да Описать Этого человека И Психологи Удивляются Но Фактически В лучшем случае Один из десяти Допустим Да Он может Более или менее точно его писать А фактически никто из них не опишет Представляете Очень редко А Говорят Один на миллион рождается такой человек Вообще Которого не замечают фактически Вообще Такой типаж людей есть Это Феномен Человеческого сообщества Вот И Я Когда об этом читал Значит Да Психологи об этом пишут Размышляют Об этом типаже Вообще Интересный Ну обычно спецслужбы мировые это используют Именно такой типаж людей как раз Потому что в кино обычно показывают таких вот Джеймса Бондов Знаете Таких вот Прямо так видно что это Это шпион Супер тачка У него там Суперспособности Он вообще там Герокакл такой у него Короче Мышца накачаны Все прочее Прочее Вот значит Ну как бы Жизнь показывает совсем другое вообще Вот Жизнь показывает совсем иной вообще формат Вот значит И Как допустим кино смотришь какое то Там сразу видно Это преступник У него на лице написано Это преступник А на самом деле Преступники выбирают Такой типаж людей Значит как раз для Всяких таких Подлых вещей Да Как раз которые Незапоминаемые вообще И я подумал Стоп А у Иисуса вообще был типаж такой Вообще незапоминаемый По плоти Вообще ничто Никто При первом пришествии Настолько Доходило просто до маразма Люди его каждый день видели Слышали его проповеди И им нужен был кто-то из среды Именно Иисуса Команда Иисуса Чтобы опознать его Доходило до маразма просто Потому что люди Реально не могли его запомнить вообще Реально Он был настолько заурядный человек Личностью внешне Вообще Типичный еврей Но такой Который вообще Незапоминаемый совершенно Невзрачный вообще Если бы собралась толпа Никто бы на него даже Внимание не обратил бы Если бы не помазание Если бы не помазание Духа Святаго Если бы не проповедь это И исцеление Никто бы даже не запомнил бы его В кино обычно показывают Конечно да Там берут для личности Иисуса Самого красивого актера Там видно что Там дураку ясно сразу Ой это Иисус Все Там смотришь фильм Там видят В каждом кадре Это Иисус Это я знаю точно Иисус Вот Иисус такой нарисован допустим Сякой нарисован Другой там значит там В живописи Да Иисуса изображают Обычно таким Ну таким прям Ну красавчик вообще Правильные черты лица Все значит там Благородно Все там В жизни Иисус был совсем другой конечно Реально по плоти Но мы по плоти сегодня его не хотим знать уже И не знали и не хотим знать Почему Потому что знаем его в духе И знаем что Наш король вернется совсем в другом уже обличии Совсем другой Иисус уже Абсолютно другой Там весь мир ахнет просто вообще Там такой красавчик Там такой Шварценеггер Дохляк вообще будет По сравнению с ним вообще Вот И терминатор там Будем так говорить Нервно курит сторонки Вот И Сильвестр Сталлоне Просто будет Вообще в тени Иисуса Просто вообще Дрыщем таким будет Просто-напросто и все Да Однажды принеся себя в жертву Чтобы подъять грехи многих Аминь аминь да Аминь аминь из писанника раз Да цитаты эти Думаю известны всем цитаты эти Но очень хорошие да Напоминания Слава Богу И Дамы и господа Братья и сестры Действительно Иисус Возвращается как король Как супер король И Исполнится Последнее пророчество О нем Которые еще не исполнились Которые в первом пришествии Просто не могли исполниться В силу вот этих обстоятельств Потому что он Пришел первый раз Ни вида ни величия Как росток из сухой земли вообще И пришел Чтобы быть агнцем Бога В этом мире Шалом Друзья Роза пишет Шалом Шалом Мир Божья благодать Но Мы ожидаем короля Величественного короля Притом его Такой экскорт будет Ангелов вообще Там Все Диктаторы И цари И императоры Президенты Все Пример министры Всего мира Как ничто У него такой экскорт ангелов Шалом Возлюбленный Дмитрий Аллилуйя Аллилуйя Шалом Что Как молния По всему лицу земли Все сразу Увидят вообще Это потрясающая картина Представляете Вот это Явленица Христа Народу Вот это уже Другая картина Совершенно Это вам Не то что было раньше Это совсем не то Абсолютно Другая картина Абсолютно Явление Христа Народу Будет уже иное совсем Да Небо как разорвавшееся Да И От края до края Все видно Машиах Возвращается Там Атеистов Не будет точно Это Там Каждый атеист Уже Перекрестится Там Действительно Там Там все будет ясно Кто Есть кто И что Почем Вот Чим Весу шишки Все будет ясно И И Иисус воцарится Да И Никто не Осмелится даже Возразить Абсолютно Там Даже не то что не возразить Даже там Поперек слова Никто не скажет Абсолютно Он придет в свой город Потому что Иерусалим Действительно Да Израиль Израиль Да Извините соседи Подвиньтесь Израиль будет В тех Границах Которые Бог Очертил Некоторые люди Отвоевали допустим Да Некоторые люди Освоили купили Никакое люди там В ООН там Заседая там Или в Америке Или где то еще Вот порешили Не 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 Это все нет Это все человеческое Божьи границы Совсем другие Израиля Возьмите карту Ближнего Востока Посмотрите внимательно На нее И возьмите карандашик В руки От реки Нил До реки Ефрат Вот это Да Вот это Территорица И это земля Которую Бог Обещал Дать нам Это земля Еврейская Это земля Которую Бог Обещал дать Аврааму Исааку Израилю Патриархам Бог обещал Пророкам И эту Бог Землю даст нам Эта земля Никогда еще Вот в полном объеме Какую Бог Очертил нам Никогда еще не была Еврейской В полном объеме Даже при Соломоне И в этом я вижу Действительно Промысел Бога Потому что Придет тот Кто больше чем Соломон Намного больше Больше чем Давид Больше чем Все цари Земные Да Так и написано Первый человек Адам Стал душою живою Последний Адам Есть Дух Животворящий Аминь 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 Спасибо тебе Господь за все Спасибо Спасибо Гряди Господи Иисусе Гряди Господь Иисус И Ожидаем этого Размышляем об этом Размышление об этом Это очень важная Важная вещь Очень важно Размышляем Думаем об этом Размышляем Молимся И эту землю Я уже промаливаю Я молюсь Когда за Израиль Поверьте Я молюсь Не только за тут Маленький кусочек земли Да Возле моря Который сегодня Имеет Израиль Это вообще ничто В сравнении с той территорией Которую Бог обещал Вот Я благоставляю всю эту землю От моря до моря От реки до реки Полностью эту землю Которую Бог обещал Благоставляю Благоставляю Как землю Израиля Как и от Израиля Так оно и будет Мы ожидаем Машляха Ожидаем Христа Я говорю Господи Гряди Господи Иисусе Возвращайся Господь Иисус Да Наведи порядочек свой Новый мировой порядок Действительно Да Потому что человек не может Ни новый Ни мировой Ни порядок Ничего сделать Одни лишь слова Бла-бла-бла Ничего толком не может сделать Человек на самом деле А Бог на самом деле Настоящий порядок сделает На тысячу лет вообще будет Порядочек такой Что вообще красота Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Благодарю тебя За нового Адама Благодарю тебя Господь И кровь божественная Нового Адама Она течет в моих жилах И мы совершаем причастие Евхаристию Хлебопреломление Уже почти два тысячелетия Мы совершаем это таинство Радуюсь Торжествуя Празднуя великую победу Господа Рассуждая Смерть Господню Возвещаем Не просто мы говорим О смерти Господней Не просто мы там Шепчемся о смерти Господней Или плачем о смерти Господней Мы Возвещаем ее Эту смерть Господню Это странно звучит Конечно вообще Там в оригинальном тексте Если посмотреть По номерам стронга Получается вообще абсурд Как можно смертью Торжественно провозглашать смерть Для людей Мир и сего Это непонятно вообще Но для них Смерть Иисуса Это Фенита ля комедия Это Поражение Это все Но для нас Это победа Для нас Это великая победа И поэтому мы Не просто там Значит Со слезами на глазах Этот праздник Да празднуем А мы каждый день Провозглашаем Победу нашего Господа Иисуса Да он победитель Его победа на самом деле Мы провозглашаем Радостно Смерть Нашего Господа Иисуса Потому что Эта смерть Дала жизнь Всем нам Спасибо тебе Господь Благодарю тебя За то что Через твою смерть Да и твоя смерть Дала мне жизнь Господь Спасла меня И в моих жилах Течет Твоя божественная кровь Ныне Господь Слава тебе Кровь Нового Адама И Мое тело уже Не просто мое тело Это твое тело Это твое тело Тело Христа На этой земле сейчас Глава Моя Это ты Господь Иисус Да Глава Тело Сам Господь Иисус Этого храма Купол этого Огромнейшего храма Третьего уже храма Строящегося Почти два тысячелетия Из живых камней На основании апостолов Пророков Имея краевольным камнем Самого Иисуса Христа Все здание Стройно выстраивается Уже два тысячелетия И куполом этого храма Является тоже Сам Иисус Христос И фундаментом Основанием Сам Иисус Христос И весь этот храм Именуется телом Христа Иисуса Спасибо тебе Господь И в каждой клеточке В каждом живом камешке ДНК Иисуса Христа В каждом живом камешке Иисус Христос Господь Спасибо тебе Святой Спасибо Спасибо тебе За великий план Победы Твоей Господь Великая перспектива Огромная Открывается сейчас Господь Действительно Ты хочешь Чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Ибо един ты Бог И един посредник Между тобою И всем истрадавшимся Человечеством Человек Христос Иисус Предавший себя Для искупления всех Иисус Спасибо тебе Святой Спасибо 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 Аллилуйя Иисус Мое сердце Здравствуйте Иисус Иисус Ты слаще всего Ты мой спаситель Моя жизнь Все для меня Иисус Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота, ты мое сокровище, ты лучше золота, Иисус, я люблю тебя, мой Бог и мой Господь. Аллилуйя, 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 без тебя не могу я, о, аллилуйя, тебя люблю я, о, аллилуйя, жизнь свою тебе отдаю я, о, аллилуйя, о, аллилуйя. Благослови Господь, народ, с вами миром. Друзья, давайте переломим хлеб сейчас, совершим причастие Евхаристию прямо сейчас. Да, во время этих трансляций онлайн, да, я вот и по утрам, и по вечерам совершаю Евхаристию, причастие, хлебопреломление, рассуждаю о теле крови Господа нашего Бога и Спаса Иисуса Христа. Да, и это действительно, ну для нашей архиепископии здесь, Киевской, да, это год, вообще этот год, 20-й год евхаристического пробуждения. И поэтому я всем нашим священникам тоже, и служителям, и, значит, и прихожанам всем, да, значит, верующим всем говорю, что да, каждый день преломляйте хлеб, каждый день вкушайте причастие, каждый день, и не раз в день даже, если возможность есть и утром, и вечером, и ночью бывает, и днем. Вот, вот, рассуждайте о теле и крови Христа, рассуждайте об этом, размышляйте, провозглашайте победу нашего Господа Иисуса, Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Да, налейте себе соку или просто воды, вот, у меня здесь приготовлено, да, и у меня есть сегодня здесь лепешка. Да, спасибо, Господь, тебе за все, спасибо, благодарю Тебя. Нашел я сокровище, что лучше золота Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Господь, тебе за все, спасибо, спасибо, спасибо. Благословен, Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, благословен Искупитель рода человеческого, благословен Ты, Бог наш, отныне и вовек. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, Иисуса Христа, праведника, Агнца Своего. Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Ты совершил это. Да, Господь, Ты это совершил. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Все совершил Бог, нам дал спасение, Дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь, Иисус Господь наш. О, Аллилуйя, Бог наш, Спаситель, и Он Царь царей. Аллилуйя. Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь мой, Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Христос, Аллилуйя. Аллилуйя! Слава, слава, слава тебе, Господь! Аллилуйя! 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 Слава Господу! Аллилуйя! Слава тебе, Господь Святой! Слава, слава, слава! Благодарю тебя, Господь, за все! Благоставляю великое имя Твое! Аллилуйя! 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 Слава тебе, Господь! Слава, слава! Спасен я кровью Твоей, Святой, пролитый на голгофе, Господь, телом ламином Твоим, ранами Твоими исцелен, Господь! Принимаю с благодарностью, Господь, тело и кровь Спаса моего, Искупителя моего, Господа моего, Христа Аллилуйя Слава тебе, Господь, слава, слава, слава За твою совершенную победу Совершенная твоя победа, Господь Совершилось, все совершилось, да, Господь Действительно, на Голгофе, на Кресте И мы возвещаем смерть Господню Аллилуйя, провозглашаем Радуемся, прославляем Бога Возвещаем всему миру О победе нашего Господа Иисуса Да, если крест это знак позора То для нас он стал знаком славы Божьей Аллилуйя, да Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо тебе за все, спасибо, спасибо Да, Иисус, ты умер за меня Я горжусь этим И благодарю тебя за все Благодарю, благоставляю имя Твое Хмолюсь Тобой, Господь, да Спасибо Тело Иисуса Христа, аминь Кровь Иисуса Христа, аминь Пейте, ешьте, друзья Рассуждайте о теле крови Христа Провозглашайте победу Господа Иисуса Аллилуйя, благодарите Бога за все Евхаристия, благодарение Благодарение, значит, восхваление Совершается Иисус, возблагодарив, да, Бога Он поднял хлеб, преломил хлеб Сказал, это мое тело Взял чашу после вечера также И сказал, это моя кровь Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Да, это твоя кровь, это твоя плоть Да, спасибо Спасибо тебе, Святой Аллилуйя, слава тебе Спасибо за прощение грехов За жизнь вечную За дар твой божественный За исцеление Освобождение За все твои благословения, Господь Спасибо тебе за все Аминь Аминь, аминь, аминь Спасибо, Господь, спасибо Спасибо Аминь 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 Аминь, аминь, аминь 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 Слава тебе Слава, слава, слава тебе Хвала Благодарю тебя, Господь За жизнь Благодарю тебя, Господь За кровь святую Агнеза твоего Иисуса Христа Аминь 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 Аминь, аминь, аминь 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 Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь Святой, слава, слава и хвала, благословенный Царь наш, гряди, Господи Иисусе. Аллилуйя. 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 Иешуа. Иешуа. Иисус, Иисус, спасибо, спасибо. Да, друзья, братья, сестры, благоставляю всех вас. Да, Геннадий, Иешуа, Меллах, Израиль, аминь, аминь, и аллилуйя, аминь, Наталья пишет, аминь, аминь, аллилуйя. Благоставляю вас, дети Божьи, благоставляю свою семью, супругу свою, да, Инна Сергеевна, тебя благоставляю. Благоставляю деток наших, внучат наших, благоставляю всех вас, дети Божьи, ваши дома, родных, ближних. Благоставляю всю нашу истрадавшуюся землю, страны, народы, племена, континенты. А наипаче благоставляю Израиль, потому что на самом деле Иисус, царь Израиля, да, Иешуа, Меллах, Израиль. Он есть свет к просвещению всех народов. Эта часть порочества фактически уже исполнилась, почти. И вторая часть уже начала исполняться, но она исполнится, при втором пришествии полностью исполнится. И он слава народу своего Израиля. Аминь. Аминь. Благоставляю Иерусалим, благоставляю город великого царя. Аллилуйя. Иерусалим, да, люди спорят, чей же он, божий, 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 город великого царя. Аллилуйя. Поэтому, да, Иерусалим, столица Израиля, однозначно, как бы враги не скрежетали сейчас зубами, но это правда. Это истина на самом деле. Иерусалим, столица Израиля. Хочешь, не хочешь, это столица Израиля. Но скоро все изменится. Иерусалим станет не только столицей Израиля, но и столицей всего мира. Аллилуйя. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Машиах. Мой президент Машиах. Наш президент Машиах. Аллилуйя. Иешуа, а Машиах. Аминь, аминь, аминь. Лидия пишет, да. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иерусалим. 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 Аминь, аминь, аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу святому, друзья. Слава, слава, слава. Шалом, Роза пишет, да. Елена, слава нашему Господу Иисусу Христу. Да. Сестры, дорогие братья, благоставляю всех вас, обнимаю, целую во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать. Любовь Бога Отца. Любовь. И общение, общение со Святым Духом. Общение в Святом Духе. Общение Святого Духа со всеми нами. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети Божьи. Аллилуйя. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота.